Друзья, всем привет! Вы на канале Мария Ножокова. Я очень рада вас приветствовать. И сегодня в этом видео хочу вам показать, как я обычный крем для лица превращаю в шикарный крем, который работает нисколько не хуже люксовской косметики. Советом со мной поделилась моя подруга, даже вернее не советом, а идеей. Рецепт я переделала немного под себя, под свою кожу. У меня кожа сухая, чувствительная, склонная к пигментации. Поэтому давайте покажу, как я делаю. Вы тоже можете усовершенствовать рецепт под свой тип кожи. Найти меня и пообщаться вы можете на моей страничке в Facebook, группе Одноклассники, ВКонтакте и также на странице Яндекс.Дзен. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь. У меня крем куплен в супермаркете за 120 рублей. Это чистая линия. Я взяла крем-гель, то есть специально, чтобы у крема была легкая текстура, потому что в дальнейшем в этот крем мы будем добавлять масла, чтобы крем потом в окончательном своем варианте не утяжелял вашу кожу. И в такой вот обычный крем необходимо добавить всего лишь 3 витамина. Это витамин А, Е и С. Витамин А и Е можно смело добавлять в крема, они жирорастворимые. А вот витамин С, он водорастворимый, поэтому добавлять его в крема бесполезно, если только добавлять и сразу же использовать этот крем. Я нашла выход, я добавляю блепиховое масло. По порядку я вам обо всем расскажу. Давайте начну с витамина А. Значит, это витамин мощнейший антиоксидант, он успокаивает кожу, нормализует работу сальных желез, борется с угревой сыпью и пигментацией. Витамина А необходимо хранить в холодильнике, поэтому крем, который я сегодня приготовлю, нужно в дальнейшем хранить в холоде. Следующий витамин Е. Он тоже является антиоксидантом, повышает устойчивость кожи к возрастным изменениям, стимулирует синтез коллагена и эластина. Значит, вместо облепихового масла можно взять любые другие масла, но я беру именно облепиховое, потому что это масло лучше всех осветляет кожу, борется с пигментацией, с веснушками, поэтому если у вас есть такая же проблема, обязательно добавляйте несколько капель облепихового масла в тот крем, которым вы пользуетесь. И добавляю 5 капель витамина А и 5 капель витамина Е. Вообще рекомендуется добавлять по 10 капель каждого витамина, но я этого не делаю. Мне кажется, что может быть аллергическая реакция. Вы, если решите попробовать, тоже начинайте с самой маленькой дозы, а там уже как бы, если все у вас будет хорошо, добавляйте больше. Но мне кажется, 5 капель в принципе достаточно. Причем облепиха, она тоже в своем составе содержит витамин А и витамин Е. И добавляю облепиховое масло 3, максимум 5 капель. Начинала я с 3 капель, сейчас уже, когда делаю не первую баночку с кремом, я уже добавляю 5 капелек. Все хорошо перемешиваю. Крем готов, хранить его нужно обязательно в холодильнике. Значит, холодным крем я наношу утром и вечером на чистую кожу лица. Крем красивого золотистого оттенка, имеет приятный аромат облепихи, быстро впитывается, потому что за основу я взяла крем-гель, и кожа быстренько получает полезные необходимые витамины. Поэтому, друзья, если рецепт понравился, обязательно попробуйте. Любой недорогой крем можно превратить в хороший крем с богатым комплексом витаминов. Я таким кремом пользуюсь уже где-то примерно 2 месяца. Вот эта третья баночка, которую я делаю, все 3 баночки я делала с маслом облепихи, потому что мне очень понравилось. Не было привыкания к коже, не закупоривались поры. Клубокие морщины у меня, конечно, не разгладились, просто ухоженная, напитанная, увлажненная кожа. Мне показалось, что даже тон кожи стал более светлый, более ровный. Это все за счет облепихового масла. Если вам не подходит это масло, можно взять абсолютно любое. Возьмите масло роза, на него редко бывает аллергия. Если вы уже пользовались такими кремами, то есть добавляли в них масла, витамины, напишите свои отзывы, напишите, какие витамины, какие масла добавляйте вы. Будет очень-очень интересно. На этом у меня сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Жукова. Скоро увидимся. Всем пока!